Это самый упрощенный Redmi 8 серии, Redmi 8A. Но я смотрю, что он даже более популярный, чем Redmi 8, потому что заинтересованность на форуме гораздо больше. И прежде чем начать обзор и краткое сравнение Redmi 8 с Redmi 8A, я хочу вам сказать, что сегодня эти смартфоны можно купить дешевле. Переходите по ссылке в описании, используйте промокод, а также не забывайте о спецкупонах, которые вы можете найти прямо под ценой смартфона. Если хотите сэкономить, то информацию ищите в описании под видео. Ну что же, парни, у меня сегодня хорошее настроение, и еще сегодня, как вы поняли, до меня добрался самый простой и самый дешевый Redmi этого года. Вы знаете, когда я его распаковал, я сразу понял, здесь экономят на всем. Тут нет даже чехла силиконового, который Xiaomi кладут, ну, прям везде, направо и налево. Также после того, как я включил смартфон и начал его настраивать, я вспомнил, что здесь нет сканера отпечатка пальцев. Хочу сказать, до своего видео этого смартфона, я специально не смотрел других обзоров для того, чтобы составить свою собственную картину о нем. Только немного кинул взгляд на его спецификации перед видео и все. После включения я сразу попробовал скачать Call of Duty, чтобы сразу погонять эту игру, но она почему-то не запустилась. Доходит до картинки загрузки и дальше никуда. Жаль, подумал я, ведь на Redmi 8 эта игра запускалась и отлично себя показывала. Что ж, тогда я зашел в настройки и телефон мне предложил обновить систему до MIUI 11. И я это сделал. Хочу отметить, что на момент записи видео на моем Redmi 8 все еще нет 11 MIUI. А здесь вот обновление пришло. И это круто. И уже тогда, после обновления, я еще раз скачал Call of Duty и попытался запустить его. Все точно так же почему-то не пошло. Те, у кого есть этот смартфон, напишите, запускается ли Call of Duty у вас. Но на этом я не остановился и попробовал запустить PUBG. И тут уже пупк идет без каких-либо проблем. Но иногда случаются неназойливые подстаревания. Играть эти подстаревания сильно не мешают. Но что вы думали, эта машинка создана не для этого. Давайте посмотрим, что же в нем есть хорошего и чем же Xiaomi пытаются нас купить. Купить в комплектации они нас точно не смогут. Потому что в коробке зарядка на 10 Ватт, USB-C провод и скрепка с инструкциями. И по сути все. Все ну прям очень скромно. Посмотрим на спецификации этого смартфона и сравним их с Redmi 8. Поймем, чем они отличаются. Немного моих комментариев, думаю, будут не лишними. Во-первых, хочу сказать, что на официальном сайте mi.com.ru Redmi 8A представлен только в версии 2.32. Но на сайте mi.com.international есть и другие версии на 3.32 и 4.64. Но в продаже Redmi 8A пока что есть только одна версия 2.32. И непонятно, появятся ли версии 3.32 и 4.64 на наших рынках. Что касается Redmi 8, то версии пожирнее можно приобрести уже сейчас. Далее, по отличиям. У Redmi 8A нет второй камеры, инфракрасного порта, сканера отпечатков пальцев, а также, повторюсь, еще раз нет чехла в комплекте. Что касается второй камеры, то здесь, ребят, ну это абсолютно никакая не потеря, потому что второй модуль Redmi 8 используется для размытия фона в портретных фотографиях. Но размытие фона также доступно и в Redmi 8A, и особой разницы в результате на фото я тут не увидел. Плюсы более дешевого Redmi 8A хотел бы записать его тыльную крышку. Как вы можете наблюдать, она не глянцевая, а матовая, с текстурой. Это очень хорошо, потому что, во-первых, она менее маркая, во-вторых, ее не так легко поцарапать, как глянец Redmi 8. Для меня это жирный плюс. И, в принципе, это все отличия. То Redmi 8A, то Redmi 8A это два рабочих коня для неразбалованных людей, которым не нужны все эти ваши прибамбасы и сверхфункции. И, по сути, если так посмотреть, то в них есть все, что нужно для продуктивного дня, а может быть для кого-то даже двух или трех продуктивных дней. По цене на AliExpress сейчас скидки и любой из этих Redmi с промокодом, который я оставлю под видео, и с дополнительными купонами можно будет взять значительно дешевле. Количество промокодов и купонов ограничено, поэтому, если вы желаете себе приобрести один из этих смартфонов, то переходите по ссылке в описании. Ну, а что касается меня, то лично мне очень понравилось то, что тыльная сторона смартфона Redmi 8A матовая. За это я ему даже могу простить отсутствие сканера отпечатков пальцев. Ну, что ж, друзья, я надеюсь, видео вам понравилось. И с вами был Женя. Как всегда, всем удачи, всем пока!